я запустил компьютер мы будем рассматривать таксу здесь mc запущен ctrl shift тут будет у меня консоль мы будем рассматривать эти случаи мы будем рассматривать крон что такое крон крон это планировщик заданий если вам нужно делать определенные задания постоянно то у вас крон будет делать эти задания есть крон общесистемный есть крон пользователя давайте мы посмотрим работает ли вообще этот крон system control статус статус крон вот он мы можем удлиненно посмотреть нету тут никаких кронов есть несколько есть стандартный vixi крон такой старенький есть более продвинутый например f-крон и так далее в предхайти используется стандартный крон и дополнение она крон для чего она крон служит если у нас компьютер выключился соответственно часть заданий не будет выполнена потому что крон выполняет задание только во время своей работы и помогает в этом она крон который запускается вот у нас конфиг файл она крона запускается и проверяет выполнились ли какие-то задания или нет вот смотрите вот у нас фактически она крон работает следующим образом у нас есть каталоги крона есть файл крон конфигурация крон тап называется и в этой в этом файле может прописываться конфигурация крона значит фактически крон запускает для удобства мы записываем все не в один файл крон а файлы с сценариями записываем вот в эти каталоги крон дейли хорли монтли витли и у нас каждый день час каждый месяц каждой неделе выполняется эти сценарии так вот у нас получается что она крон у нас каждый час будет выполняться после перезапуска машины и он выполняет то что нужно было сделать каждый день крон дейли делать и так далее значит то есть то есть крон то некий хак давайте вернемся к крону крон имеет определенный формат конфига естественно что он достаточно специфический опять крон тап вот формат конфига у нас сначала идут минуты потом часы дни месяцы и дни недели дальше идет пользователь от которого запускается команда и неделя у нас могут считаться или от нуля тогда ноль воскресенье или от единицы тогда воскресенье а семерка значит пользователь и команда которая исполняется поскольку он у нас прогоняет эти каталоги крон дейли и так далее то у нас тут просто некие команды которые он запускает если мы не можем задать команду таким образом что у нас именно в эти промежутки укладывается тогда мы общесистемно записываем кронов скую команду вот в таком виде то есть как будто у нас это кусок крон таба ну и кроме того мы в виде крон таба можем записывать команды пользователя то есть вот это общесистемные мы можем команды пользователя давайте посмотрим в начале команды пользователя они работают с помощью крон таб минус е запускается редактор у нас по умолчанию редактор vi стоит и запускается вот такой файл давайте мы из него выйдем пока вот так вот не нету он пустое и посмотрим список заданий список заданий пустой теперь сделаем задание будем так у нас какое-то сообщение мы в лог будем писать минус f вар лог тут нужно сказать что поскольку у нас лог выполняет крон выполняться будет определенное время то вам нужно будет оставить машину включенную на некоторое время скажем часа на два и после этого только просмотреть свои логи так давайте мы инсет включаем вот у нас опция мода ввода 0 в 0 минут сделаем вот так вот в часах поставим вот такую опцию это значит каждые два часа тут звездочки произвольные и с понедельника по пятницу скажем мы будем ну это наше под рутом выполняется пользователя тут задавать необязательно и задаем здесь 10 мы тут везде ритм ставим слово чтобы по нему потом грепом искать ну вот собственно мы добавили и или shift zed или вот так вот и посмотрим кронтап вот у нас вот наш кронтап есть чтобы быстрее появлялся мы можем смотрите мы сделать два раза ингрик сделали янг инсет значит два раза янг y y потом вставили p сдублировали и давайте каждую минуту посмотрим что он будет выдавать инсет каждую минуту и давайте кронтап l то есть вот и так у меня была ошибка значит давайте мы посмотрим кронтап минус е а в логере у меня было не экранированной апостроф и он отказывался работать я убрал апостроф и теперь у нас кронтап минус е вот у нас выдает каждую минуту мы можем кронтап посмотреть вот он это выдает давайте мы вторую строчку удалим dd shift z ну вот теперь у нас понятно как работает кронтап у каждого пользователя а теперь смотрим кронтап системный давайте мы каждый час опять же то что вы каждый час через некоторое время должны будете смотреть создадим каталог создадим файл значит вот у нас такой файл он должен быть исполнимым чмот плюс икс потому что у нас запускательное исполнение все файлы в этом каталоге соответственно это у нас шелл должен быть бин шелл ну и тут опять же логер запускается с мисыч так из и время когда данное сообщение патру давайте запые запустил файл вы fun просто запустил ток вот пиши да так по вы можете посмотреть логи с помощью грепа то есть вот так вот греп write and war log messages вот так вот таким вот образом вы можете смотреть логи и вот эти логи пойдут в результат вашей работы ну и кроме того мы это крон каждый час выполняется и мы можем сделать некую страничку некую некий файл тут который будет иметь уже крон таб вариант давайте мы сделаем сделаем он будет выглядеть таким вот образом каждый час будет называться так тоже каждый час это уже не нужно делать исполняемым потому что это неисполняемый а просто подгружается в файл крона в 11 минут каждого часа значит вот так вот root и от пользователя root сообщение будет из вот мы по ритм по райтам ищем и вот он будет это слово крон д вот так вот это будет подгружено в крон вы через некоторое время просмотрите логи и логи внесете в результаты своей работы и второй вариант тоже удобный это когда мы выполняем сообщение не регулярно а однократно это у нас демон addd мы просто зададим что выполняется в какое-то время давайте system control status addd вот он и мы просто какое-то шире вот 832 давайте мы зададим add и время 08 34 он нам приглашение выдает мы пишем message from ctrl d нажмем ctrl d завершает наш ввод и написано что у нас задана работа на вот это время давайте ждем минуту значит подождать нам нужно значит посмотреть с помощью от эквари список задач вот у вас одна задача ну что вы можете вы можете на время поставить перегрузку машины выключение машины запуск какой-то софтинки неважно по ссылке вам письма в общем работает как будильник ждем что он выдаст вот у нас еще есть это исчезло вот она послалась нам сообщение то есть вот таким вот образом вы можете отложенное действие какое-то выполнить так это это выдастся